коллеги снова здрасте сегодня у нас 21 факт по программированию вопросы ответ который вы присылаете на которые с интересом отвечая сегодня на удивление этих вопросов очень много и чтобы опять же не затягивать видео единственное что хочу напомнить подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео ну и давайте приступать итак вопросов у нас сегодня действительно много это считаете вот здесь их раз два три шесть еще здесь немножечко и еще вот здесь немножечко и в общем то еще вот здесь немножечко на эти вопросы сегодня будем отвечать и так еще раз хочу поблагодарить за вопросы и они на самом деле очень интересные и поехали итак вопрос номер 94 vertical slice architecture зачем опять новая архитектура друзья во первых vertical slice architecture придумал человек который называется которого зовут джимми богарт который придумал автомапер который придумал медиатор и вот на базе медиатора у него появилась такая идея который на мой взгляд очень интересный и в общем тогда отражает некоторые потребности вернее большинство потребностей которые могут возникнуть в приложении но это наверное очень просто звучит но другими словами чем что такое слайс слайс это вертикальная такая шкала если можно выразиться вертикальное следование вертикальный поплайн который идет от юая то есть вы кликайте кнопку кнопка идет на backend и дергает какой-то метод и этот метод идет в базу делает какие-то выборки или там какие-то действия неважно что это команда или query это в концепции медиатора и возвращает на ваш юай на результат вашего нажатия какой-то результат и из базы данных юайк это новый рендеринг это что касается вот и 5 подхода да то есть когда вы используете а из педот нет кор в частности таким образом получается что у вас одна одно действие вот этот вот слайс она проходит прошивает все слои которые джимми любезно нарисовал в одном из своих записей блога и таким образом если вы разделите все вызовы на отдельные такие слайсы так сказать вам будет проще управлять вот этими самыми вызовами да это на самом деле продолжение от паттернов enterprise architecture то есть этот самый вертикал стоит архитекция но что он дает смотрите у вас каждый метод вызывается непосредственно вот по этому слайсу да по этой сверху вниз там до самого низа до базы данных и в общем ну как варианта другими словами и смотрите если у вас есть метод get orders то вы можете использовать орг например entity framework замапить его в автомапер и который выдаст вам дто и наружу на его и прилетят вот эти самые ордеры да если у вас есть order by details то вы можете просто сходить в базу данных прямым и скелем вернуть непосредственно какой-то информацию по конкретному заказу ордера так сказать то есть другими словами вот эти вот все походы они меняют всю концепцию к тому что у вас вот этот вот один вот этот вот большой длинный слайс может быть реализован обособлено от другого никак не затрагивая его функциональность никак не используя его допустим view модуль его маппинги его вызовы и естественно что у вас может быть какой-нибудь ну вот в этом месте да какой-нибудь сервис который вы можете дернуть и вот в этом методе и в общем то даже и вот в этом методе но тем не менее реализация уже будет настолько свободно что вы можете без привязки конкретному функционалу конкретным базовым понятиям каких-то там то есть горизонтальным да между собой связаны вызывайте их вертикально это на самом деле дает большой плюс и это на самом деле очень удобно опять же повторюсь это удобно потому что реализация вот это вот она на самом деле может быть разный для каждого для каждого из вызова но вот какими-то вот такими вот словами я на самом деле приверженец этой архитектуры хотя я больше всего люблю в моделы если перекладываться на концепцию шаблонов для visual studio то есть мвс и а есть пейджи так вот пейджи идеально ложатся в эту концепцию и у джимми богарта есть на самом деле демонстрационный пример который частично реализуют там clean architecture и вот она в общем очень красиво ложится в эту концепцию на основательно рекомендую посмотреть ну в общем-то надо сказать что и при использовании мвс и подхода где у вас контроллеры view view эти модулы вот вот этот мвс да то в нем тоже можно реализовать вот этот вот подход опять же используйте медиаторы в медиатор вернее который вот сделал джимми богарт ну или каким-то другим способом реализовать я уже где-то показывал как сделать в медиатор на канале посмотрите будет интересно я думаю что вы поймете для чего это все было придумано вот этот вот архитекция vertical slice она на самом деле ну в общем во многом может вам помочь во многом может продвинуть вашу вот разработку вашу дидиди если хотите ну и поехали дальше так вопрос номер 95 когда не нужно использовать solid друзья у меня на самом деле немножко обескурал что вопрос потому что нужно понимать что solid это набор паттернов которые можно использовать в разных местах то есть одна буква это один паттерн но например single responsibility или или там dependency injection да смотрите когда можно не использовать dependency injection да всегда можно не использовать dependency injection но это будет такой ну плохо пахнущий код если знаете что это такое то есть dependency injection минимизирует связанность если вы не будете использовать депрессии будут у вас везде new инстанции связи в общем это плохо single responsibility тоже если его можно везде не использовать другой вопрос что их придумали для того чтобы разработчики или группа разработчиков или команды разработчиков понимала о чем речь идет в каком месте какая штука была реализована как она работает и с чем ее ведет другое дело что вы можете не всегда не использовать но это как правило хорошего тона как я уже много раз говорю то есть вы можете сказать там спасибо но можете не говорить спасибо вот были там пожалуйста в ответ на какой-нибудь просьбу ну вот вот как то так то есть когда не нужно использовать solid ну лучше всегда использовать и не конкретно соль это какие-то паттерны которые включают в том числе и solid и и даже другие паттерны которые не включены в solid набор ну вот я думаю что я ответил на этот вопрос вопрос номер 96 принципиальное отличие identity server 4 от open id dict что выбрать смотрите identity server напоминаю что он будет работать бесплатно и поддерживаться до конца действия sp.net core 3.1 версии и после это будет ноябрь 22 года после этого он перейдет на коммерческую основу в общем если вы используете identity server в своих локальных проектах которые в общем то в частном случае могут быть использованы то это бесплатно как только переходит на коммерческую основу должны будете купить лицензию и это печаль проблема в том что стоит она достаточно дорого но вообще не мне решать у каждой организации наверное будет своя метрика другой вопрос что есть по по найди как альтернатива и это на самом деле альтернатива которая перекрывает полностью identity server более того отличия принципиальные есть иденти сервер из коробки если понимаете о чем я реализует некоторые фишечки которые в общем-то в open id dict вам придется реализовать вручную сбор клаймов ну вот вот такие вот маленькие нюансы вам они в иденти сервер решены и предоставляется сразу пока только вы запустили установили там пакеты то в open id dict вам придется их реализовать но скажу честно что после того как я немножко поизучал identity сервер мне так или иначе пришлось вручную делать оверрайды ну в общем делать какие-то кастомные реализации вот этих вот некоторых методов которые в общем то используются при авторизации и аутентификации а open id dict они сразу дают эту возможность то есть заставляя пользователя реализовать именно то что ему нужно что выбрать я рекомендую open id dict и так скажем я планирую сделать опять же такое же количество видео как я сделал для иденти сервер но для open id dict ну опять же если видео наберет там ну давайте скажем так тысячу лайков тогда тогда я займусь потому что это достаточно большая задача и в общем отдаю на это на вашу совесть наберете пищу лайков в этом видео будем говорить будем делать если нет так поехали дальше вопрос номер 97 к что выбрать об с 20 или open id connect друзья на самом деле это нельзя выбрать что-то одно или другое что такое о 20 это стандарт международный который содержит несколько спецификаций который позволяет делегировать то есть вашему реализованному сервису эти спецификации делегировать авторизацию и аутентификацию управления ими open id connect это надстройка на ос 2.0 которая позволяет сообразить еще такую штуку которая называется identity токен да то есть если open os 2.0 выдает access токен да через который вы можете ходить между сервисами то open id connect она выдает identity токен который в общем то может использовать то приложение которое этот токен получила другими словами чтобы минимизировать нагрузку на ос 2.0 потому что там клайм разрастается и токен начинает быть большим open id connect грубо говоря он выделили вот в эту вот маленькую надстройку которая только это и делает потому что идентификация пользователя данные пользователя подтверждены естественно сервером авторизации которые приходят на клиента их не нужно нигде рассылать поэтому рассылать только access токен open id connect просто хранит информацию в пользу причем не просто подтвержденную ну вот на сервере авторизации я думаю что понятно что между ними выбирать не нужно это две части одного целого ну и вопрос 98 что такое интеграция интеграция с другими сервисами столько с вы задачами с интеграцией другими сервисами на самом деле я так понимаю что смотрите на самом деле интеграция бывает разное если я правильно понимаю интеграция идет о том что например у вас есть компания которая допустим продает там какие-то товары я не знаю или оказывает какие-то услуги но вы принимаете какие-то платежи да какие-то карточки купончики но тут у вас появилась возможность или необходимость интегрировать оплату с другими сервисами ну например яндекс деньги или там в альфа-банк в конце концов да то есть вот эти вот службы вот эти вот сервисы сторонние они должны как-то интегрироваться в вашу систему и интеграция в данном варианте подразумевает что вы предоставляете пользователю возможность выбрать несколько способов оплаты но это как один из вариантов да что такое интеграция в данном варианте это имплементация и пия с компаний партнеров в ваших сервисах для того чтобы пользователю предоставить возможность но большего выбора услуг да мне приходилось сталкиваться с такими задачами я достаточно количество раз работал с яндексом с гуглами карты кстати например тоже как вариант интеграции то есть другой вариант смотрите что можно реализовать эту интеграцию разными способами есть интеграции но однонаправленные например есть у вас допустим какая-то карта которую вы должны показать пользователям и вы можете использовать карты яндекса карты гугла карты там бинга да или там еще какие-нибудь карты суть сводится к тому что так или иначе пользователь увидит ну грубо говоря одну и ту же картинку карту с натыканную на ними какими-то маркерами и тут результат будет один и тот же карта с маркерами а есть другой вариант когда вы интегрируете разные услуги которые предоставляют разные варианты их использования но у пользователя просто появляется ну например у вас есть какой-нибудь блок и вы с одним разработчиком договорились и вам он предоставляет ну допустим комментарий до сервис комментариев с другим разработчиком или с другим там компании договорились они предоставляют там допустим ну допустим рейтинги показывать ваших статей да и встретим там еще чем то есть разнотипные вот эти вот сервисы наполняют дополняющие друг друга не замещающие а дополняющие тут другой тип интеграции и все за того какую интеграцию как с какой стороны вы делаете в общем то мне приходилось делать и так и так и с той и с другой стороны и все зависит от того как вы реализуете первую интеграцию если она будет однотипная для всех она должна быть более общей с абстракциями если они все разные то должно какая-то управление в общем это нюансы уже реализации я думаю вы поняли о чем я говорил и так следующий вопрос номер 99 что такое ай ой ти и как ее изучить как ее изучать вернее ну в общем что могу сказать ай ой ти это интернет of thing то есть так называемый интернет вещей грубо говоря это когда ваш холодильник общается например с микроволновкой и что для этого нужно для этого нужна какая-то инфраструктура обычно облачная которая доступна с любых мест любого места в любом месте земного шара и набор специальных функций которые могут ваши микроволновки отправлять в это облачное в делать какие-то вычисления в общем это такая экосистема которая позволяет на низком уровне вот этой технике например общаться собственно говоря это могут быть инструменты игровые приставки телевизоры опять же ну вот это в общем то то же самое другое дело что вот это вот научиться программировать это немножечко не то в основном это больше похоже на конфигурирование на мой взгляд опять же может быть я не прав пожалуйста поправьте меня в комментариях другими словами вот это вот инфраструктура вот это вот экосистема ну например и жада а для которой тоже есть а ведь это набор специальных функций каких-то сервисов какие-то дополнительных обработчиков которые на платформе эжо не ажура и же в общем то они реализуют этот функционал как какого типа обмена информация может быть между микроволновка и холодильником например но это как бы уже на на ваше усмотрение заказать продукты или сказать какая температура но я думаю что я понятно объяснил давай теперь вопрос номер сто что такое демпендентность операции где и в общем и демпендентность важна в программировании смотрите демпендентность есть это вообще-то математический термин и в общем-то говорит гласит он о том давайте на примере программировать например рест запросов то есть если 5 запросы в restful сервиса и вы знаете что там есть get post put длит например если вы делаете get по какому-то параметру любви из него какого-то метода то сколько бы вы раз не выполнили этот метод он вернет вам одни и те же данные в этом и есть демпендентность то есть количество запросов значения не имеют главное чтобы параметры соответственно сохраняли то есть один и тот же запрос выполнится неограниченное количество раз вернет один и тот же результат что же например касается post put или delete ну например если вы в первый раз удалите какую-то запись то второй раз его вам удалить не получится и в этом случае post put и delete они как бы не совсем и демпендентны и если вы пишете микросервисную систему которая в общем-то может запускаться нескольким количеством инстансов то вот этот и демпендентность она имеет значение то есть какое бы количество интенсов не выполнял один и тот же допустим удаление одного и того же объекта в базе данных результат всегда должен быть один там объект удален ну это на самом деле достаточно серьезный сложный вопрос но в общих чертах я думаю что вы меня поняли надо сказать что пост put и delete работают по такому же принципу то есть пост всегда должен втыкать в базу данных одну и ту же запись а повторный вызов не должны втыкать но результат должен быть тот же самый как и в первом случае то есть статус 201 created как это решить но на самом деле это уже другой вопрос и это уже на на ваше усмотрение и временные метки и специальные таблицы синхронизации в общем там как вам будет удобно ну и на теперь вопрос у нас номер 101 прошу прощения он очень длинный но я вот выделил два этих вот вы можете все прочитать я прочитаю только то что непосредственно будет иметь для меня важность ответа слышал что запускает несколько экземпляров на чтение одни на запись может быть два или более экземпляров запущенную запись дает ли это выгоду ну во первых я такого ну не знаю я вот честно говорю я с таким никогда не встречался обычно не имеет значения какая инстанс да то есть если вы специально для разработки то есть для разделения вот этого сикурес например до подхода один сервис делали что он только читает другой сервис делает что только записывает то собственно говоря количество запущенных инстансов это сервисов ни на что не повлияет другими словами если вы в одном сервисе напишите и записи и чтения то они будут работать одинаково для всех вот таких вот инстансов и тут как раз уже включается что такое было сказано про эдемпадентность в предыдущем вопросе как раз вот этот механизм включается то есть неважно какое количество сервисов будет у вас допустим дело чтения с одного места таблицы или с одного с одной записи или удалять одну и ту же запись всегда должен быть одинаковый ответ вот для этого в основном и требуется эдемпадентность которая гарантирует один и тот же результат при выполнении одного и того же запроса ну и вторая часть вопроса кто и лучше следить за нагрузкой может автоматически запускать установить экземпляры микросервиса при необходимости и на и ненадобности их гасить ну вообще на самом деле мы говорим сейчас про кубернетис это одна из один из инструментов который может это делать автоматически например докер сварм это более облегченный механизм управления этими инстансами но есть и другие варианты на самом деле они так или иначе перекликаются с кубернетис но на разных платформах их разное количество представлено суть вводится к тому что в зависимости от нагрузки вот этот вот кубернетис например он понимает что недостаток не хватает не вывозит при помощи там специальных механизмов просто подымает еще один инстанс и количество обрабатываемых запросов увеличивается ну кратно соответственно если допустим нагрузка на сервис и упала он может погасить инстансы в общем это все управляется как на автоматическом уровне так и на ручном управлении ну в общем это уже на стороне я так думаю девопса я думаю что я опять же понятно объяснил ну наконец вопрос 102 конструкция сенька вейт позволяет не блокировать пользовательский поток да это правда на каких архитектурных слоях следует использовать эту конструкцию самом деле этот вопрос для меня непонятен потому что это никакого отношения к архитектурным слоям в общем то не имеет где хотите там и используйте async и вейт более того бытует мнение ну вот у большого числа разработчиков которые имеют большой опыт всегда используйте async и вейт если это возможно если это даже не требуется просто есть некоторые особенности передачи контекста между вот этими запросами и на самом деле async и вейт он никаким образом не менее не мешает по производительности то есть но опять же конечно в кривых руках и калькуратор зависает если честно но в общем вот нижняя до который не будет ли чрезмерное использование конструкции губительная для производительности нет не будет потому что все хорошо в меру ну вот на следующем примере я думаю этого будет понятно ну и давайте переключимся на следующий вопрос вопрос номер 103 какие задачи бизнес задачи все же стоит реализовать через многопоточность но на самом деле здесь указан пример да здесь тоже можно но вообще многопоточность это обработка данных в одно и то же время раскиданная по потокам то есть есть у процессора как бы логические процессор есть реальные до ядра процессоры и вот чтобы они были загружены на каждому дать свою задачу но это так вот я грубо 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 утрирую чтобы было понятно что такое многопоточность это когда параллельно выполняется несколько задач ну например допустим вам да можно нужно сделать рендеринг видео то есть вы разбиваете на куски и каждый рендерится отдельно в параллельном значит одновременно а значит это будет быстрее например у вас есть пачка файлов вы их тоже также можете не последовательно по одному а в параллели по несколько штук обработать это тоже будет быстрее например есть какие-то расчетные операции для каких-нибудь там вариантов каких-нибудь формул вы тоже их можете запустить считать параллельно это тоже будет быстрее и в общем то отвечаю на последний вопрос который звучит асинхронная задача с этим справиться а следует ли перекладывать на несколько потоков асинхронная задача и многопоточность нужно понимать что это не одно и то же то есть потоки могут идти параллельно но они могут быть несинхронными то есть другими словами асинхронность и параллельность это не одно и то же это нужно понимать но и еще один вопрос на этот раз уже номер 104 как в асинхронном методе вызвать асинхронные методы так как в асинхронной методе вызвать асинхронные методы получения данных независимых из разных источников используя многопоточность то есть в методе есть несколько wait'ов они выполняются последовательно но без блокировки как и в его не параллельно но здесь я вам покажу пример я думаю что это будет намного понятнее так предположим что у меня есть какой-то метод который что-то делает возвращает task ну в данном случае просто заглушка delay там 2 секунды понятно что если я вызову этот метод через асинхwait он будет выполняться 2 секунды если у меня есть второй метод который выполняется одну секунду и я выполню через асинх он будет выполняться одну секунду Следовательно, если я вот в этом месте, давайте покажу Вот здесь вызову один метод и вот здесь вызову второй Вот эта штука мне отработает 2 секунды Вот эта тоже секунду Итого в результате у меня получится, что метод работал 3 секунды То есть последовательно Сначала один завершился, потом другой А если я сделаю вот таким способом То есть я из каждого метода в данном варианте Получу не async и через async не сам выполнение метода А создам задачу и со второго возьму задачу А потом эти оба метода положу в конструкцию whenAll То есть task whenAll и поставлю в начале async Ой, в смысле wait, прошу прощения То у меня эти методы начнутся выполняться параллельно И в общем-то результат у меня будет правильно 2 секунды То есть максимальное время второго метода Таким образом, два асинхронных метода я запустил параллельно Использую конструкцию task.whenAll Есть и другие конструкции, которые whenAny Ну то есть когда какой-нибудь из них Ну в общем это уже на ваше усмотрение Можете использовать это таким образом, как вам будет удобно Ну и на этом все Вопросов было много, видео получилось длинным Я напоминаю, подписывайтесь, если не хотите пропустить новые выпуски Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления Ставьте лайк, если вам видео понравилось Ну и в общем пишите правильный код Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok